Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Иванова Наука. Начало сентября – благодатное время для сбора урожая. Но не только огородом и садом живут люди, которые любят сельскую местность, дачи, загородную жизнь. Конечно же, многие из них с удовольствием ходят в лес, чтобы собирать дары природы. На самом же деле, многие дары природы можно вырастить и у себя на участке. Это, конечно же, и голубика, и брусника, и клюкву выращивают, даже чернику. Но речь сегодня пойдет о грибах. Подосиновики, подберезовики и, конечно, белые грибы вполне можно вырастить на дачном загородном участке. Ну, про шампиньоны, вешенки, конечно, все хорошо знают. Это вообще не фокус, точно так же, как и опята. Вообще, грибы – удивительное царство. И среди тех, которые привычны нам в плане попадания в суп или в сковородку, есть два типа таких грибов. Это древо разрушающие, которые живут преимущественно на мертвой древесине или каких-то остатках. И это как раз вешенка, шампиньоны и опенки. Ну, не все виды, некоторые очень опасны для сада, но некоторые являются строго древо такими разрушающими, только на мертвой древесине живут. Их, в общем-то, выращивать совершенно несложно. Находите пень, заселяете грибницу и пошел процесс. Совсем другое дело – это симбиотические грибы, которые вступают в такие устойчивые связи с корнями древесных растений, преимущественно древесных. Но также с кустарниками и травянистыми растениями могут вступать в связь. Но те, о которых пойдет речь, именно подберезовики, подосиновики и белый гриб, боровик, они вступают в контакт с древесными лесными растениями. И сегодня мы поговорим с вами о том, как правильно подобрать материал для засева, как правильно подобрать место для засева вот этой самой грибницы. Первое, конечно же, о чем надо знать, когда вы выбираете место для поселения такой грибной поляны у себя на участке, это, конечно же, те виды деревьев, которые идеальны для соседства с выбранными грибами. Вот для белых грибов идеально соседство с березой, с дубом, вот там на заднем плане дуб виден, и с елью. И вот эта вот поляночка, конечно, является совершенно-совершенно идеальной для заселения белого гриба. Подосиновики, подберезовики предпочитают соседство больше с соснами, а также с березой, ну и другими лиственными деревьями. Подберезовик больше березу предпочитает, подосиновик, понятно, осину, но в любом случае, вот это вот дубочек у меня здесь, в любом случае, конечно же, необходимо соседство им также и сосны. Надо помнить, что любая грибница заселяется на корни растений в том случае, когда существует дефицит питания. Поэтому на удобренных плодородных почвах вы вряд ли можете дождаться роста грибов. Ведь микориза не будет стимулироваться корнями растений. Растения выделяют специальные вещества для того, чтобы микориза разрослась только в том случае, когда вот этим деревьям не хватает питания. Поэтому необходимо подбирать участки с наиболее бедной почвой. Ну, то есть, например, чтобы береза росла, елочки какие-то, дубки, надо посадить их на самом малоплодородном участке. Желательно вообще на легкой песчаной почве. Именно тот факт, что микориза не развивается вместе с растениями, которые хорошо удобрены и не нуждаются в дополнительном питании, и ограничивает использование микоризы, всех этих микоризных препаратов, для однолетних растений, ну, таких как томаты, огурцы и так далее. Несмотря на то, что они широко рекламируются, толку от них в огороде практически нет. А вот где-то за пределами немножко участка, с краю, в каком-то таком местечке, малоудобряемом, вообще желательно неудобряемом, ни с низкоплодородной почвой, вот туда посадить пару елочек, сосенок, березок, дубков, и у вас будет прекрасная, прекрасная грибная поляна. В природе микориза заселяет корни деревьев в момент проклёвывания семян. То есть, как только семечка наклюнулась, так сразу микоризные вот эти грибы, в том числе вот эти шляпочные грибы, которые попадают к нам в суп, ну, то есть, всё это многообразие съедобных микоризных грибов, они заселяют корень вот этих самых сеянцев сразу же, сразу же с момента их самого начала всходов. И можно так сказать, что без вот этой микоризации корня всходы лесных растений развиваются очень плохо и зачастую очень-очень быстро погибают. Ну, и можно сказать так, что любые деревья, которые растут у вас на участке, будь то голубые ели декоративные, или вот такие вот из леса ели, берёзы, все-все-все остальные деревья, они так или иначе заселены уже изначально исходными микоризными грибами. Без микоризных грибов существовать они, в общем-то, не могут. Другое дело, что это могут быть совершенно иные грибы, чем подосиновики, подберёзовики и боровики, потому что в противном случае они бы здесь росли прекрасно и сами. Но если они не растут, значит это какие-то другие грибы, и заселить их здесь вполне можно. Для заселения подойдут как взрослые деревья, так и небольшие деревца. Да, в принципе, это вполне допускается. Но, конечно, деревья среднего возраста являются наиболее оптимальными для заселения вот этой искусственной микоризы и для того, чтобы начать создание вот этой искусственной плантации грибов. Надо иметь в виду, что если бы условия на вашем участке были благоприятны для развития боровиков, подосиновиков, подберёзовиков, то они бы здесь уже были. А поскольку их здесь нет, это означает, что условия для них не являются самыми благоприятными. И на самом деле в этом есть большая такая, ну, правда, что ли, технологическая в том, что искусственные посадки грибов на приусадебных участках, если они там не росли естественным образом, они недолговечны. Имейте в виду, что от появления первых грибов до деградации вот этой вот плантации посадки пройдёт года 3-4. Ну, то есть примерно как клубнику надо выращивать, высаживать вот эти грибы. Посадил, через 4 года надо посадить снова, потому что, к сожалению, эта мекориза деградирует, потому что для неё здесь неблагоприятные условия. А если бы условия были благоприятны, она бы уже здесь росла, и уже здесь были бы грибы под этими деревцами. Ну, то есть это такая обыкновенная природная естественная логика. Теперь к вопросу о том, где взять эту самую мекоризу. Существует два источника мекориза. Это споры, которые образуются на нижней стороне таких хорошо вызревших грибов. Желательно брать не червивые. Где же взять? Ну, возьмёшь и червивые в отсутствие других. Но лучше взять наиболее здоровые грибочки, крупные, как следует вызревшие. Это тоже бывает непросто, потому что грибники там вокруг дач, деревень выгребают все грибы. И найти такой старозрелый, такой уже сильно спелый гриб бывает совсем непросто. Ну, ну как-то ухитриться надо его найти. Такой вот очень-очень взрослый гриб, который в сковородку не пойдёт, в кастрюлю не пойдёт, а вот для получения спор вполне подойдёт. И второй путь заселения мекориза – это посадка вот таких вот специальных брусочков, там в разных видах бывает, мицелий этих грибов, которые выращиваются даже в лабораторных условиях, в искусственных условиях. Им заселяется какой-то определённый субстрат и продаётся в пакетиках. Вот этот вариант я вам категорически не советую. Не советую, потому что, во-первых, долговечность вот этой мекоризы, даже высушенной, каким-то образом подготовленной, которая продаётся в пакетах вместе с семенами в этих же отделах, жизнеспособность её крайне низкая, в связи с тем, что не существует каких-либо стандартов на качество вот этого мицелия, который реализуется, там ГОСТов, такого, ну вот как для семян, да, система сертификации семян очень широко, в каждой стране развита, везде, и в России, и в Беларуси, и в Казахстане, и везде, и в Украине. А вот по поводу грибов сказать не могу, такой системы нету. Поэтому что туда напихают, вообще загадка природы, это первое. Второе, она является, ну, мало же не способной в этих условиях, очень быстро портится. Третье, это надо помнить, что лучше всего сажать грибы под тем деревом, под которым они были собраны, ну, не под экземпляром, а под видом. Вы собрали под ёлкой боровичок, значит, под ёлку его посадите, вы собрали под дубком, под дубок его посадите, вы собрали под берёзкой, под берёзку его и посадите. А в лаборатории, какой штамм, какой изолят гриба, из-под какого дерева в своё время, это вам уже даже производитель не скажет, куда его лучше подсадить. То есть, это чрезвычайная лотерея, и вам точно скажу, в большинстве, подавляющем большинстве случаев, из этих покупных пакетиков, вот этого мицелия, у вас ничего, кроме разочарования, не получится. Проще всего пойти в лес и там добыть себе вот эти самые споры, которые надо определённым образом специально подготовить и использовать в дальнейшем для заселения вот этих вот ваших деревьев на вашем участке. Если вы вдохновлены, хотите посадить грибы, пожалуйста, уже сентябрь месяц, начало сентября, сейчас вполне благоприятное время для посадки, пересадки лесных растений. Конечно, лучше всего пойти в питомник, купить несколько саженцев и посадить их, ну, конечно, кто-то и в лес ходит, выкапывает. Я прям рекомендовать не могу, потому что это в определённой степени нарушает лесной кодекс и законодательство, но так люди делают, поэтому что уж говорить. Во всяком случае, вы уже сейчас можете посадить деревья, организовать этот участок. Как быть дальше? Можно ли бросать в огород очистки? Можно ли добывать самому споры? Как это правильно сделать? Я всё расскажу в следующем видео. И есть один... Это всё несложно на самом деле, просто пошагово вам расскажу и покажу, как это делается. Но там есть один важный секрет, который существенно улучшит приживаемость и развитие микоризы и практически гарантирует вам сбор грибов уже на будущий год после посева, вот этих вот шляпочных, на вашем участке. Так что подписывайтесь, не пропускайте, получайте уведомления. Будем выращивать грибы тоже. До встречи!